Собрались люди, которые уверены, что Новый год уже наступил. Вот, собственно, шарики, ёлочки, Дед Мороз, очень необычная сегурочка. Я Зоушка. Зоушка? Ну, в общем, всё здесь в одну кучу. Мне очень приятно, что я наконец-то дождалась приезда хотя бы на Новый год. Пусть и не настоящий, но моя любимая группа Виагрова. Безумно рада вас всех видеть. Да, мы очень тоже рады побывать в Москве в очередной раз. И выступить для москвичей. И в настоящем Новом году. Да, действительно, заранее праздновать Новый год, это удивительно. Но, тем не менее, нужно заранее готовиться, мне кажется. Чем больше Новых годов, тем лучше. Смотри, вы приоделись. Алена вообще в шубе, потому что, да, не боится раздеваться в Киеве, я понимаю, теплее. А девчонки подготовились к этому Новому году. Вот мех нашили. Надя вся в красном. Хотя, в чём встречается год чёрного барана, который будет следующий, непонятно. Наверное, всё-таки в каком-то чёрного барана, да? Всё-таки мех, наверное, каракул какой-то. Ну, мы постараемся, наверное. Я думаю, что в конце вечера все должны быть на рогах, потому что год чёрного барана, и просто уже это последняя стадия. А как-то ещё очень пожелаете что-то нашим зрителям-мужчинам нашей программы от группы «Виагра». Ой. Давай сначала. Уважаемые и любимые наши мужчины канала ТВС, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам, наверное, крепкого здоровья в первую очередь, чтобы у вас была сила и сила воли тоже. Да. Поменьше рогов. Рогов, чтобы не было, наверное. Да. Побольше рядом красоты, красивых женщин, красивых и умных, что немаловажно. И всё-таки любите, любите друг друга, любите женщин, наверное. Всё-таки давай послаем любить женщин всё-таки. А я, в свою очередь, пожелаю вам, дорогие мужчины, очень мощного духа, ибо духовитость – это, наверное, самое главное для настоящего, сильного мужчины. Я думаю, что таким девушкам можно верить, потому что вы дух наших мужчин только поднимаете. Это однозначно. Стараемся, поднимаем, пытаемся что-то сделать. А вот я думаю, что у нас получается. Ну, а я, в свою очередь, хочу передать привет украинским парукам, украинским парням от наших московских девчонок и от канала ТВС. Спасибо, что приехали. Хорошего Нового года. Это боярина, а тогда ты бояры не получила. Нет, я на боярыню не согласна, я только на царицу. Царицу, да. Тебя не удивляет, что уже народ начал отмечать Новый год просто за месяц. Я считаю, что здесь действуют правила, кто первый, тот больше всего запомнится. Поэтому они также решили быть первыми. Мальчишка Ксюша пришла сегодня с таким спутником, очень респектабельным, соболян. Да, парень серьезный. Тоже планирует отмечать Новый год. Мужчинам, я знаю, нельзя находиться в головных уборах, но, в принципе, вам можно, наверное. У меня такой головной убор, вы понимаете? Ну, единственный вот наряд у тебя такой, вот год дракона, я бы сказала. Царский тоже. Или это год дракона, или что это? Нет, у нас же год черного барана, надо быть в черном. Вот я в своем нелюбимом черном цвете. Нелюбимом, да? А я люблю черный. Очень красивый. Секси, мазухак. Супер. Ну, то есть, Новый год идет полным ходом. Конечно. На рожах. Будем? Новым годом. Новым годом, да. Хотя это, конечно, звучит очень странно. Да, забирать спутника своего и хорошего вечера, да. Привет. Как вы относитесь? Потому что Новый год уже отмечают. За месяц. Понимаешь, не столько новых годов, еврейские, русские, поэтому мне все равно. Чем больше праздников, тем лучше, да. Да, но еврейский Новый год вообще в сентябре, если не ошибаюсь. А ты знаешь, я к своему стыду точно не знаю, когда он, да. Да, я только знаю, что общий Новый год 31 декабря. Год барана черного. Говорят, у мужчин вырастают рога, у женщин чернеют волосы. Как ты к этому относишься? Я отношусь к тому, что главное, чтобы у женщин волосы не чернели, а то, что у мужчин рога, это нормально. Ну, я думаю, что здесь вот должно чем-то все таким закончиться, что все будут стоять на рогах. Потому что такая вечеринка должна завершиться именно этим. Ну, я просто, я здесь еще хочу пожелать, чтобы этот год барана был как бы в условном смысле. Потому что просто будет перенаселение, если это будет буквально. Да, зверь такой опасный, не очень умный. Не темнейте. Не темнейте, да, я знаю, что ты любишь блондинок, поэтому я думаю, что ну и я могу. Я люблю разных, но вы не темнейте. Хорошо, а я так тоже остаюсь пожелать, чтобы врага не выросли. Это только Бог знает. Хорошо, спасибо, пока. Вы специально подбирали туалет для сегодняшнего вечера, потому что у вас один из самых красивых туалетов здесь. Я наблюдала девушек, которые здесь присутствуют. Вы как-то готовитесь всегда к Новому году, потому что это же ответственно очень. В чем встретишь, что, как говорят, так и проведешь, да? Чем больше золота, тем более золотой и счастливой будет, вероятно, в следующий год. Чем Новый год это такая вещь, должно быть все блестящее, красивое, ну, может быть, даже иногда яркое, но золото это знак богатства, я считаю. Зрители, те, кто только что включил телевизор, могут подумать, что у нас какая-то прошлогодняя программа, попторы, празднование прошлого Нового года, ничего подобного. Люди празднуют Новый год за месяц до его наступления. Это очень странно. На самом деле это очень даже замечательно, потому что это дает заряд и толчок о том, что вот приближается настоящий Новый год, что нужно готовить подарки. И вот это сегодняшнее праздничное настроение продлится еще целый месяц. Вы планируете загул на месяц идти? Загул или просто иметь повседневное такое приходнятое новогоднее настроение? Это я планирую точно. Год черного барана, говорят, будет. Говорят, да. Но вообще многие говорят, что это год козы, но стесняются говорить про козу мужчины и говорят про барана. Я дракон, поэтому мне все равно, баран или коза. Я быка. Так что для меня все-таки баран и коза, они поближе, чем драконы. Ну, моя мама быка тоже. Вот так. Ну, тогда привет вашей маме. Спасибо большое. И вам тоже успехов. Спасибо, мама. Хорошего Нового года. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Мой год в Думе тоже наступил на месяц раньше. А любимые праздники можно отмечать сколько угодно и когда угодно. Я вот свой день рождения отмечал на полтора месяца позже. Ну, потому что день рождения в состоянии души. Вот когда захотел, тогда и отмечу. Вот так же и Новый год, в принципе. Поэтому очень правильно, да. То есть мы считаем, что вот за месяц до Нового года нужно уже стартовать и не останавливаться фактически до 1 января. А что, по городу уже едешь, уже висят объявления. И продаются ёлки, там, Новый год, да. Ну, а почему? Всё правильно. И потом надо всегда быть первым. То есть ты считаешь, что это хорошо? Хорошо. А потом всё равно уже холодно, да. У нас вот Новый год можно, по-моему, уже с октября отмечать. Ну, посмотрим. Я думаю, что здесь вот есть люди, вот, например, Лена Ермак, которая делает шубы круглый год. И она, да, и она, наверное, знает, что Новый год можно отмечать уже, в принципе, и в сентябре. Покупаю новые шубы, и если у них вдруг плохое настроение, они одевают сабаля и включают кондиционер. То есть даже летом? Да, даже летом. Замечательно. Мехотерапию. Чёрный мех, наверное, будет в моде, если год чёрного барана следующий. Ваши прогнозы? Мои прогнозы, что будут модны сабаля. Сабаля. Сабаля модны всегда. Всё, спасибо. Для тех, кто только что включил телевизор и удивился, это не повтор от прошлого года, это новая, оригинальная программа. Люди отмечают 2030 год. За месяц до его начала. Я считаю, что это неплохо. Одиночная фигурная катанца для женщин. То есть вы чемпионка России. Да. Я вас поздравляю, вы сразу приехали сюда отмечать Новый год. Да. Что вы танцевали? У меня было вивай за четыре временные года и тема лета. Ага. Ну, как бы не в тему, получается, сегодня. Тогда нужно было зиму танцевать, да, Новый год? Да, точно. Так как мы теперь с вами знакомы, я думаю, что мы будем за вас болеть, а теперь только за вас. Спасибо большое. Спасибо. Виктория Волочкова, да? Волочкова. Волочкова. Всё, извините, все эти предупреждения. Я думала, что вы одна фамилица Анастасия Волочкова. Очень удивилась. Тоже такая пословица, как бы, когда я каталась, сюда кричали наши Виктория Волочкова, как на сцене Волочкова. Ну, понятно. Ну, я думаю, что это приятное сравнение, потому что... Что да. Да, вы даже чем-то похожи с Анастасией, обе блондинки, обе обаятельные. Так что я вам искренне желаю успехов. Не подведите нас на нашем доме. Спасибо. Спасибо. С Новым годом. Спасибо. Вас так же. Спасибо. Модельеры у нас отмечают Новый год вместе с нами за месяц до начала его и советуют, в чем встречается этот Новый год. Год козы, как мне сказали, он же черный баран. Вот выбирай, что больше тебе нравится. Ой, мне очень нравится вариант козы, черного барана, потому что я козырок, мне кажется, видимо, это будет опять мой год снова. И потом черный мой любимый цвет. Сегодня я, правда, не совсем в черном, но частично. Ой, у тебя скорее год лошади, судя по твоей одежде, это год лошади. В черном, в черном снаружи и в белом изнутри. Ага, вот так. Ну что же, это хорошее предложение. Я думаю, что стоит... Помогай его рассмотреть. Еще ждет Новый год, потом Старый Новый год, ну и так далее, Русское Рождество. В общем, праздники только начинаются. Да, у нас в России праздники никогда не заканчиваются. Да. Ну что, хорошего вечера тебе, Маша, спасибо. Спасибо, тебе тоже. За тот срок, который остался до Нового 2003 года, вы успеете еще загадать желание написать письмо Деду Морозу. И ровно 20 раз посмотреть программу «Высший цвет» на канале ТВС. Мы выходим каждый день ровно в 18.30. Я желаю вам хорошего вечера.